всем привет ему немножко видео небольшое многие подумают пропал куда-то опять это лиственница которая лежала обрубил и чтоб она поменьше было хотел продать и все хочу продать короче и что-то не получается у меня никак никто не берет даже на авито объявление выставил никому не надо что-то не знаю вот один мужик тут звонил хочет забрать но не знаю когда еще где-то через месяц может только это неизвестно короче один мужик мне тут хотел взять он говорит чтобы чтобы на 70 было скамля размер она была где-то 90 примерно 85 90 ширина была это вот так вот это так она и было и короче ну на пилораму не влази можно обрубить все и потом позвонил ему он будет мне не надо говорит не хотят пилить короче она лиственница плохо пилится когда пилишь на ленту налипает смола и начинает волнить волной ленту на чистить постоянно короче ну хреново пилить свежая когда вот она только сваленная сырая когда она еще нормально пилиться а вот такая уже подсох подсушенная немножко она уже похуже тем более она большая переворачивать тяжело она же тяжелая лиственница она даже в воде не плавает лиственницы ну говорят я так как бы сам не не видел но говорят воду ложат ее на тонет тяжелее воды ладно лиственницу хрен с ней тут чё я тут пока не буду ничего делать кабину сейчас но попозже может не знаю видно будет вроде ничем не занимаешься что-то время уходит не знаю кто тут короче чё я дня три на урале поработал на 4 где-то работа была где-то неделю назад наверно пришлось усиленно работать короче часа по два по три это спал в сутки работал подряд там дня три это 4 работал на урале ездил такая работа была срочная и короче не поснимаешь там никогда было снимать не последний день получается ночью это в часа в три лег спать машине тут поспал где-то до 6 утра примерно это просыпался так это как-то прохладно было на улице и в 6 утра уже опять начали работать и потом целый день работали с 6 утра до следующего до следующего дня до следующих 6 утра где-то до 7 примерно да где-то совсем 8 это так вот уже лег спать и то поспал часа два где-то тоже три там больше не надо было ничего делать домой уехал и чё тут занимаюсь а ну вот здесь трактор собрали вот как видно территорию все это почистил тут все выровнял разровнялся прибрал мусор весь повыкидывал чем можно было мусорку тут разровнялся трактор работает в лесу а ну заезд уже отработал трактор получается они уже приехала бригада отдыхать неделю отработал такая территория тут подсыпался песком здесь разровнялся чтобы ровненько тут все было облагородил может можно сказать немножко территории полгода на ковырялся все разравнивал так тут по урал учу у нас урале тут сделал прикуриватель поставим это не для прикуривателя вот зарядку для телефона чтобы подключать можем а то пока работал тут три дня и телефон нечем было заряжать думаю надо сделать куда зарядку это в леса будет а что брать ну снимать тоже вот что-то подзарядить если камеры какие-то там еще подзаряжать вот покажу напряжение 12 24 вольта входное я между подключаешь прям 24 вольта сделал прикуриватель сам прикуриватель пробовал короче включал его до красна там буквально за секунду до красна раскаляется и предохранитель сгорается потом стал сгорать предохранители что-то я нафиг выкинула короче этот прикуриватель вот такая фигня там стоял лампочки я сюда я пока перекинул в это место я не знаю для чего там лампочка этом тут было в это как раз прикуриватель подошел точно как раз к самое то подошел в гараже сейчас него разбираю еще у отца него накрывая сейчас покажу посмотрим что-то трактор приехал какой-то что-то привезли что ли вот такой вид учат территории этой вот такой вид него шевроле так достал двигатель лебедка этой маленькой тоже вот она лебедочка него подкатил сюда разобрался потом зацепил блок по приподнял и откатил него назад туда сейчас она сама отъехала тут поснимал уже все чем можно но не все конечно еще крышку снял тут чудо-то еще поддон снял еще вот на маховик снять соцепления гильзы полностью протачивать под ремонтные размеры поршней под другие поршня уже под увеличенные потому что износ большой ну как задиров ничего на гильзах на цилиндрах тут нету как бы на нормальной вроде как бы так по идее то еще работать будет так получается него прошла уже 200 тысяч примерно даже больше 200 200 с копейками там что-то и двигатель уже отработал свое так что тут его в любом случае точить уже надо и коленвал точить на будет а чест случилось то что двигатель старый уже был но подъедал масло и ну масло потихонечку убавляется убавляется ездили у меня мать он ездит она чё с отцом они чё на не понимая там масло там не масло чё там смотреть проверять уже сколько раз говорил гри проверяй масло учу доставай хоть ну контроль чтоб контролирует там как чтобы подливайте масло ничего видят не смотрят и я и фильтр еще вот насос гидроусилителя здесь стоит и тут фильтра как-то сделано тут такая плита железная типа как она вот такая штука вот сюда она двигатель вот это место были масло текет ну короче фильтр вот этот слабый был как-то слабо был закручен что ли еще и видимо подтекал ту раз фильтра еще масло подтекала потихоньку я тоже и двигатель еще живет и тут подтекала масло и видать масло мало стало их но хватанул воздуха не все и двигатель стуканул даже и лампочка на скорее всего моргала ничего не смотрят и я покажу что стало четвертый цилиндр короче шатун вот я покажу это видно будет не видно вот так болтается шатун от видно вот так шатун ходит короче болтается на четвертом эти нормальные остальные раздолбала вкладыш короче что тут еще разбирать полностью наделать тут под коробку подложил но приподнял сначала с блоком так все вместе двигатель весь с коробкой и там подложил дощечку на кардан он туда упер и тут на глушитель вот на это новых на трубу на выхлопную тут как еще две дощечки так подложил и потом сюда он раз и немножко потом при опустил двигатель и сюда раз и он салатов вышел мне тут под ковырнул монтажка немножко монтажечкой ковырнул раз и все я пошел в принципе легко снялся я думал тут как думаю снимать буду сейчас ковыряться думаю вот этот труб вот эта тяга вот эта средняя будет думаю мешать сюда будет упираться в нее не нормально вышло все зашибись подушки на менять тоже негодные всего он подушки сломанные тут вообще тоже сломалась на куски машина древняя конечно уже такая вся уже сжавая тоже пороги гнилые ну так ездить то можно мать говорит привыкла на ней ездить часто на другой машине неудобно говорит вон там там волга еще у них есть 31029 или какая там она не знаю и короче на волге но не привычно она там такая волга тоже еще еще хуже это не вы все древние тут попутно понятно тут цепь надо будет менять шестерни нормальные еще эти шестеренки шестерни еще ничего как-то даже из носа сильно большого то и нету но цепь уже тоже меняли уже цепь меня на капремонт полный так сказать сальники но все это менять вот натяжители успокоители цепей эти вот все на меня вот шестеренку покажу сейчас вот шестеренка коленвала которая даже не видно что такое износ там сильный 200000 двигатель пробежал их даже не видно что она что-то изношена кайт как будто как новая кажется но немножко так выработка есть и такие шестеренки хорошие стали делать качественные вот цепь цепь изношенная на 6 на шестерне одеваешь и так прям так болтается видно что она все уже негодно так я покажу чё в поддоне вот такая херня в поддоне как это бронзовые какие-то вот куски грязь грязь такая и вот сейчас здесь поддоне чё еще посмотрим вот что у нас поддоне тут гайка вот эта гайка между прочим это с притвала гайка распритвала видать что-то снимали когда распритвал что-то делали тут что-то снимали тут уже ремонтировали что тоже вот эти тут гидрокомпенсаторы должны стоять по идее вот здесь их уже нету гидрокомпенсаторы видеть убрали и сделали просто как на регулируемые такие не знаю почему зачем так сделали с гидрокомпенсаторами то намного лучше удобней на натяжитель тут такая трубка вроде бы должна идти и она там на блоке еще заплющена вот здесь вот она вот запрещенная трубка мне кажется отсюда на идет так трубка и туда на головку на натяжитель вот он гидронатяжитель а тут что-то какие-то вон как заглушка стоит или это другой видо гидронатяжитель уже что ли это непонятно короче а это здесь куски успокоителя видео видимо ломала успокоитель когда давно видимо когда первый раз еще цепь меняли перед тем как видят все поменять видимо успокоитель оборвала ну цепь уже плохая была их постоянно успокоитель обрывает вот такой вот он успокоитель цепи потом цепь меняешь новую ставишь цепь больше не ломает успокоитель сломала он в поддон туда упал куски эти все упали так так ездили все клапан еще один прогоревший на головке в головке я покажу так получается какое-то первое это второй цилиндр вот трещины вот они вот одна трещина вторая почему такая ерунда и как-то клапан глубоко так сидит как-то внутри он почему-то видно вот он внутри как-то а вот этот клапан другой рядом он торчит как он высоко и тот вот тот тоже тоже высоко этот вот три штуки короче три клапана нормальные выпускные и высоко то чтобы сидят они высоко то этот как-то внутри и при прогревшие еще чудо ерунда такая непонятно но тут короче этот движок вот на этой ниве на шевроле у меня это она у брата была вот эта него получается он новую купил сколько-то времени поездил буквально но я не знаю не помню сколько точно тысяч десять он нара проехал может или сколько там я не знаю или меньше даже и у него короче клапана прогорели сначала троить начало что-то двигатель постоянно начал троить трои чуть-чуть такое сначала не могли понять что за ерунда потом давай разбираться и клапана у него прогорели типа как здесь тоже клапана прогорели только еще больше такие были прыгну прогары на одно вообще сильная такая дырка аж была такая прорезь и на каких-то там вот такие тоже трещины были или походу вот на 3 видимо я бы понял что ли видимо он 3 поменял клапана что ли один оставился оставил видимо старый буду на 5 прогорел ну вернее вот тот который остался он прогорела или клапана таки некачественные или чё за фигня такая или так завода так притирают видимо клапана может не притерты были черт его знает непонятно короче а так как бы двигатель как бы считаю на работал нормально все прокладки не прогорели ни разу как бы все нормально все было на урале пока ездить работы никого нету пока никто что что-то не знаю пока здесь мужик и будет но пока нет когда еще точно не знаю может завтра может через неделю может неизвестно когда короче а и за дровами я еще поеду выписал дрова себе и еще не мужичок вместе мы выписали дрова 40 кубов поедем на урале поснимаю что там покажу как что будем валить как будут собирать эти дрова на следующей неделе вот это дня через 34 примерно ну вот и все двигатель разобрал все поснимал чем можно поршни достал вкладыши одно полукольцо что-то совсем он такое сам включилась вот вкладыши это верхние коренные это нижние крышках такие задины тут вот задерживающий сильный чудо какой-то и он старый уже какой-то шатунная да совсем хреновенькие стали черные какие-то стали от нагрева видать вот четвертый цилиндр верхний расплющил это который в шату не стоял все расковался так скажем не знаю как чё шатун еще может чуть погнула или коленвал погнула коленвал уже прошел свое так скажем свой ресурс отработал конечно если бы масло бы было все в порядке еще бы работала и работала и до 250 на рейды можно 300 года проходил даже двигатель четвертый цилиндр закупорила аж эту отверстия эти закупорила железо алюминия видео задрал вообще сильно шатунные поршни кольца целые все целое цилиндры нашлифованные такие как блестящие как зеркало но такое уже как бы это но тут буртика даже нет не буртика ничего нету такого маленький такой маленький какой то есть выступ немножко видно что так какой-то выступчик небольшой такой выступ видно что есть но даже палец не цепляется получается движок бы еще работал и работал наверно но масло жрал уже все равно такие полоски прям идут тут тоже полоски на первом цилиндре короче вот такой вид так ладно чё весь процесс так сказать не буду показывать этот ремонт потом может когда заведу если покажу когда сделаю уже движок поставлю а заодно отвечу по сузуки там колпачки мастосъемные то менял и многие спрашивают уменьшился расход не уменьшился на улице машина стоялась проверял я масло почти как было немножко может чуть-чуть убавилась миллиметра два может внутри может от силы тринера не ушло 2000 еще не проехал карты много не езжу на сузуки тут по городу как бы супруга езди чё еще по городу в основном suzuka езди моточасы двигателя больше по городу наматываются чем по трассе ехать так что получается что убавился расход сто процентов расход масло есть но небольшой так чё еще опять движки тут нет на ремонт подсуетились ладно буду заканчивать всем всего хорошего всем всего наилучшего добра удачи до новых встреч